Это мои планы до конца этого проекта. Всем привет! Это канал Вика Пешфер, вязание крючком и спицами. И сегодня мой первый отчет по совместному проекту «Пора надеть». Честно, не ожидала от себя такого желания, вдохновения начать и завершить целый. Один пункт из моего списка. Но я это сделала. Не думала, что это случится так быстро. Ну, конечно, для кого-то может быть пара носков за неделю. Это не так быстро. Но с учетом моего свободного времени, я считаю, что я приложила максимум усилий, чтобы завершить эту работу. И, честно, да, еще раз подтверждаю, что небольшие вещи в виде носков, шапок, варжек и прочих, они вдохновляют именно тем, что проект завершен. То есть, есть некое достижение. Поэтому, если вдруг у вас какой-то ступор, сделайте небольшое изделие. И его завершение вас вдохновит. Итак, как я показывала уже, я вязала данные носки из остатков пряжи меланжевой и выбрала все-таки не белый цвет, а коричневый в качестве фона. Узор брала из книги, которую я тоже купила уже пару лет назад. И, наконец-то, оттуда что-то я связала и даже начала второй проект из этой же самой книги. Как я и ожидала, хоть я и перемотала пряжу, но у меня все равно получился вот такой переход, вернее, смещение цвета. Но меня это никак не смущает. Меня устраивает данный переход. Вот. Носочки получились замечательные. Это мой, наверное, не знаю, третий, может быть, четвертый жаккард. И я точно помню, какой был мой первый жаккард, который я даже растянуть не могла. Этот намного легче. Все хорошо растягивается по ноге. Но, я думаю, нет предела совершенства. И можно еще улучшать качество моего жаккарда. Он идет здесь с протяжками. И, кстати, ниточки я не убирала, не проводила вот то еще. Тут совсем немножечко осталось. Вот, посмотреть, каким образом идет этот переход цвета. Интересно. 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 И здесь вот так. Связан он по схеме, которая называется «Восточные мотивы». Автор книги, она, насколько помню, из Норвегии, вроде бы. И она путешествовала где-то и увидела данный узор в какой-то азиатской, видимо, стране. Или, не знаю, где-то, где-то что-то связано с Азией и Востоком. В общем, и назвала этот узор «Восточные мотивы». Так вот, меня удивил, конечно, размер этих носок. Он визуально кажется, что это носки на 45-й размер. Но, на самом деле, это мой 37,5 размер. Потому что оно все растягивается на ножки и они становятся миниатюрными. Сразу скажу, что впервые я вязала, по-моему, впервые я вязала носки без резинки верхней. То есть, тут просто вот манжета и все пошло лицевой гладью. Поэтому, вероятно, рекомендуется здесь такая длинная манжета. Но, когда на ноге, это она не такая уж длинная, как обычный такой носок. Ну, в качестве эксперимента интересно. И также пяточка. Моя любимая бабушкина классическая. Но здесь она не такая. Мне, в принципе, понравился этот принцип вязания укороченными рядами. Я его поняла. Интересно я буду использовать при вязании носочков. Вот. И, но это не все. Я так хотела, так хотела начать следующее. Следующий пункт. И решила не перепрыгивать на другие инструменты. А снова взять полуторные спицы. Или все-таки двоечка. По-моему, двоечка. И продолжить вязать следующий проект. Это варежки. Аналогично с жаккардом. С интересным узором лисичкой. Но здесь немножко все застопорилось. Я начала хорошо все вязать. Вязать все по схеме. Здесь такой подгиб на манжету. В принципе, я умею его сразу ввязывать. Но там написано приметать его в конце. Но у меня есть идея сделать второй внутренний слой. То есть сюда подвязать. И внутри еще сделать вязанный слой варежки. Чтобы ее утеплить. Так как все-таки, хоть это и полушерсть. Для утепления, так скажем. Я считаю, что нужен слой. Вот я сделала манжету. Узор снежинкой. Но если считать, то будет вот так. Так же, как на носочках. Узор зубчиками. И оказалось, что тот узор. Кстати, вот этот узор в книге дается на 72 петли. И он большой. И благо раппорт составляет 12 петель. Я уменьшила узор до 60. То есть для моей ножки. Как раз. То же самое с варежками. Они все идут в основном на 72 петли. И для меня это очень огромный размер. Так как я училась по другой аналогичной книге. Там тоже на 72 петли я взяла. Митенки уже показывала их в своем блоге. В общем, широковато. Поэтому я посчитала. И тоже мне оказалось на 60 петель нужен узор. Благо снежинки тоже раппортом на 12 петель. Они хорошо пошли по узору. Но далее узор... То есть его срезать невозможно. И нужно его заново перерисовывать. И тут вот я застопорилась. И, к сожалению, пока времени нет. Но я начала эту работу. Я буду перерисовывать лисичку. Перерисовывать внутреннюю часть. А там есть снежинки и следы лапок. В общем, это мой следующий, видимо, чуть-чуть затяжной процесс. Но мне нравится, как ложится пряжа, яркость. И эти варежки мне прям нужны. Пока я хожу в митенках, ну вот варежки будут мне на смену. Интересно будет, если останется пряжа, сделать что-то в виде шапочки или повязки таким же узором. Ну, остальное пока в процессе, в хотелках, в желаниях. Я думаю, что в конце недели я снова сниму видео и покажу свои продвижения. На этом пока-пока. Смотрите отчеты девочек-участниц по хэштегам. Они будут ниже в инфобоксе. Если я периодически, когда вяжу или что-то готовлю, захожу как раз по тип хэштегам и смотрю интересные работы участниц. Всем спасибо за внимание. Увидимся. Пока.